Здесь по адресу Жигаловская улица, дом 27, проводят партийный прием депутаты-единородцы. Здесь проводят прием депутаты районного и городского советов. В микрорайоне Жигалова на вопросы жителей отвечали председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района, секретарь полицовета местного отделения партии Надежда Суровцева, глава городского поселения Щелково Рушан Махмутов и депутат городского совета Анатолий Кутепов. Жителей волновало решение совершенно определенных житейских проблем, например, отсутствие пешеходной зоны вдоль дороги на улице Московской. Когда мы от нашего дома, от 138-го, идем до автобусной остановки, нет у нас вообще. Мы идем по дороге, тротуаров нет. Подходим к автобусной остановке, там такие ступеньки, на которых можно разбиться. Там ступеньки надо переделывать, целиком к полу. Это автобусная остановка, которая в магазине? Нет, это автобусная остановка, которая детский сад называется. На улице Московской? Да, на улице Московской. Депутаты взяли решение этого вопроса на контроль. Было отмечено, что в работе с различными проблемами необходимо руководствоваться принципом, сформулированным губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Быть ближе к людям, оказывать им помощь, вести диалог с жителями напрямую в родном для них городе-микрорайоне. Об этом обязательном для власти правиле говорили жители, как об одной из важных составляющих успешного решения многих задач. Подчеркнули эффективную работу в регионе по различным направлениям. Очень много проектов, пусть даже они в чем-то пока пилотные, очень много, как объяснить, наверное, старого наследия, которое очень сложно сейчас устранить, да, каких-то ограничений там в правовых полях и так далее. Но на развитие, для развития Московской области он сделал очень много. И я всех благ ему желаю, процветания, успехов и очень надеюсь, что он останется. Мы заслушали все вопросы, которые жители до нас донесли. Постараемся помочь им в решении этих вопросов. Микрорайон Жигалов – это микрорайон развивающийся, в котором есть вопросы, которые не решались, я даже не скажу годами, десятилетиями, и они должны быть решены. Но самое главное, что какую-то конкретику, допустим, мы жителям показали. На сегодняшний прием много было вопросов, конечно, больше связано с ЖКХ, с качеством обслуживания управляющей компанией, с благоустройством. Результаты мы подробно постоянно занимаемся, вопросы не новые, в общем-то понимаем пути решения и также эти вопросы будут решены. На прием пришло более 20 человек. Многие жители получили исчерпывающие ответы на вопросы, в том числе получили подтверждение будущего строительства одного из самых важных социальных объектов – школы в микрорайоне Жигалова. Нужно приходить на такие встречи, задавать вопросы, потому что некоторые вопросы остаются без ответа, и я думаю, что это как раз тот путь, когда можно добиться ответа, который вас интересует.